Здарова, танкисты! Всем привет! С вами Серёга, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры. Мир танков от Листа и Геймс, но на самом деле не танков, а арты. Фу-фу-фу, фу-фу-фу, коричневая техника, но обзор мы всё равно обязаны снять. Это часть нашего геймплея, и надо посмотреть. Опасный может, давайте изучать с точки зрения, не играть на арте, а насколько опасный этот враг. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну, а мы с вами начинаем и идём смотреть сначала бронирование. А вдруг в ней есть броня? Итак, господа, коллежен модель нашей арты. Ну и давайте... Всё красное, она точно бронированная. Давайте смотреть. Ага, 35. Ага, 31. 28, 28, 20. Ага. Ага, ага. Значит, ребята, одноклассники, 4-е и, в принципе, да, 3-е левела, к которым мы можем попасть, кстати, да? Нас спокойно пробивают обычными снарядами, не голдовыми. Про танки 6-го и 7-го левела мы просто молчим. Брони нет. По основным модулям, конечно же, нам нужна топовая здесь модулятина вся, соответственно, обязательно на месте крутится подвижность топовую ходовую, топовый двигатель. Кстати, без топового ходовой, по-моему, здесь не ставится топовая пушка, увы. Вот, топовый двигатель нам обязательно нужен. 170 лошадей здесь, 140, нифига, плюс 30 лошадей. Но даже на топовом орудии этот агрегат не едет. Вот, нас интересует топовое орудие. 152 миллиметра, ребят, представьте себе, на пятом левеле, да. 550 альфа на снаряде с дезориентацией на осколочно-фугасном, плюс 150 альфа на осколочно-фугасном без дезориентации, 380 альфа на бронебойном снаряде. Пробитие на осколочно-фугасном дезориентации 38 миллиметров, 48 на обычном фугасе и 160 на бронебойном. Ребят, на стойке пушка заряжается 31,6. Почти 32 секунды. Ребята, это пятый левел. Альфа всего лишь 560, если мы говорим, 550, если мы говорим про осколочно-фугасную дезориентацию. Высоединяйте, будьте, но это на стойке, да, там оборудование улучшится, там в районе 28-27 секунд встанет. Но даже 27 секунд для арты пятого левела это дичь. Но это на мой взгляд, да. ДПМ у нас, естественно, нищий, там 1050. Разброс на стойке 0.85. Представляете, сколько вы на этой арте будете сводиться, да. Время дезориентации почти 8 секунд. Время сведения 7 секунд. Так, разброс, конечно, пипец. Это круг будет. Вот из такого круга будете просто с очком амонта за 7 секунд будете сводиться. Жесть. По оборудованию. Единственный правильный комплект для этой арты, поскольку у нас открытая рубка, мы ставим УМП, улучшенный механизм поворота, мы ставим приводы и досол. Да, вентиль мы сюда, к сожалению, поставить не можем. По снарядам. По снарядам. Правильнее сказать, на чем, собственно, играть надо стараться. Кто-то грузит еще бронебойные снаряды, кто-то осколочно-фугасные. Но я рекомендую всегда играть исключительно на осколочно-фугасных с дезориентацией. Скорость полета 410 метров в секунду. Осколочно-фугасные. Обычный. Скорость полета 439, 492 бронебойка летит. Да, на бронебойке хорошее пробитие. 160 миллиметров. Но это еще нужно попасть. А учитывая, так сказать, нашу точность в 0.85 на стойке, да, и время сведения 7 секунд, попробую это еще сделать. А вот ассист по дезориентации, оно же оглушение, вы будете получать. Поэтому рекомендую загружать вот 18 снарядов осколочно-фугасных. По снаряжению, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я поставил доп. паек, чтобы максимально раскачать возможности этой арты. Да, у нас 4 члена экипажа, теперь наблюдайте перед собой в таблице. Основные плюсы и минусы данного агрегата. Обзор у нас маленький, это минус любой арты. Незаметность у нас присутствует, это плюс любой арты, 32%. Ну, это плюсом разве назовешь, когда к нам уже приезжает враг, чем нам это поможет? Нас быстро высветят и убьют. Брони нету, хп нету, долго перестреливаться не сможет. По поводу мобильности, а вот здесь надо поточнее рассмотреть. По мобильности, ребята, 30 вперед, 10 назад. У нас 15 лошадей на тонну, ну что такое 30? А поменять фланг, когда враг наступает, прорвали какую-то сторону нашей карты, с такой скоростью мы особо лихо не убежим от врага. И это жирный минус. Это первое. Количество хп у нас нищий 275, но для арты 5 левела это в принципе нормально. Вот, и дальше по огневой мощи. Ребята, а почему у нас арта 5 левела заряжается со всем оборудованием аж целых 26 секунд? А как нам играть на этой арте, неизвестно, ребят. 26 долбанных секунд. Ну вы себе представляете? Жесть. Ну и обычные, стандартные у нас 45 градусов. Соответственно, у нас нет никаких 55-60 градусов. У нас 45. Соответственно, за какие-то суперсложные препятствия с таким углом и вертикальной наводкой мы, конечно, забрасывать-то и не сможем. Ладно, предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, как на этом играть. Так, господа, обзор боем у нас. СУ-122А советская арта 5 левела. Сразу скажу, я не артовод в целях обзора. Чисто в целях обзора техники, без каких-либо претензий к кому-либо. Без обид, ребят. Я не артовод, но люди играют на данных агрегатах. Арта, на мой взгляд, плохая. Объясняю. Первый момент. Очень медленно. Менять позиции, убегать от врагов, когда у вас захватили фанк, на этой арте особо не получится. Она невероятно медленно. Это первое. Второе. 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 Она очень долго заряжается. Ну, ребята, пятый левел. При ее тальфе 26 секунд. Ну, такое себе. И сводится, кстати, долго. Как-то по ощущениям. Ну, вот, два момента уж точно. Медленная и долго заряжается для своего уровня. Так, свелись. Никого. Пока. Попали, кстати, в бой против седьмых левелов на пятой арте. Против шестых и седьмых. Честный расклад. Вот следующая, кстати, арта шестого левела уже интереснее. На топовой пушке заряжается, там, по-моему, 17 секунд. При альфе в 550. И просто невероятная подвижность. Больше 50 км в час. Особенно, как прокачаете средний топовый двигатель. Здесь же не едет. Сводится хреново. Заряжается невероятно долго. Как будто мы играем на топовом арте 10-го левела. Что, конечно, не так. Правильно же? О, побежали. Так. Видите, как сводится замечательно. Все враги уже уедут, а мы все сводиться будем. О, попали. Надо же. 167 урона, ребят. Вот так вот. Вот, ассист пошел. Погусит. Вот, еще ассист. Вы посмотрите, все равно сколько мы ассист получили. Да. Надо минусовать стволы. Все, отминусовался сам. Проверяйте. Ну-ка, попадем. Пиу. Попали, ребята. Уже суммы. Смотри, сколько почти косари. А играем против седьмых лвов. У нас скоро драйд сейчас приедет с правой стороны. И ничего это уже не сделаешь. Да, по-любому. Так, целим. Будем на максималке настреливать. В принципе, это же обзор. Надо же понимать, как эта арта играется против старшечков. Так, так. Ну-ка, встань. Так. Так. Ой. Ах ты, хитренький какой. Развел нас, получается. Получается, развел. Сейчас скоро уже отстреливаться будем от врагов. Наверное. Не знаю пока. Возможно. Так, ну что, мы в нее попадем, нет? Сам тут ездит туда, деловой какой. Вот. Все, опять, видит, не угадали. Не угадали, получается. Ну ладно, сумма-то косарь уже сделали. Больше даже. Вот, кстати, туда-сюда мотается. Вот, ну не дает пострелять по себе. Он знает, что по нему арта постоянно лупит. Вот и движется. Не стоит. Красавчик. Получается, умеет играть. Ну, пока этот снаряд долетит, он уже уедет, конечно. Скорость полета снаряда. Фу-фу-фу. Ну, арта дерьмо. Переключимся вот на этого, он хоть постоянно в засвете. Так, сводимся. Отъехал тоже, а его убили просто. Только, вот так, чирк, слышали? Чирк по броне снарядом. Вот обидно. Так, нам бы его еще раз, ребят, подсветить. Счет 6-6. Так, ну и где этот японский гад? Да, мы свелись. Угадали? Угадали. Угадали, ребята. 241. Вы представляете, что мы творим? Ай-яй-яй. Больше тысячи. Уже сумма 1400. Это пятая арта в бою против шестых и седьмых. Скажут, о, да это же имба. Нет, не имба. На арте 6-го левела мы тут уже просто, наверное, 2к бы дали, честно. Вот честно говорю, 2к бы мы стреляли, не меньше. Ну, угадали? Угадали. Ну, так, чуть-чуть поцарапали. Все, хорошо. Так, ну, они, наверное, все на базу оттянулись? Ух ты. А мы тут последний из магикян. Так нам не нравится. Надо мотать отсюда. Ну, вот видите, как мотать? Ну, что это за подвижность? Разве мотаешь? Надо мотать прям далеко, ребят. Все, ну, пока никто не светится. Блин, что, я получаюсь автовод, что ли, настоящий? Модный. Даш, ух ты. Да глядь, там вообще, там есть что стрелять. Так, сводимся. Так, сводимся. Блин, ну сколько же она сводится? Вечность. Ну. Ух ты. К нам враги приехали уже. Ух ты. Все грустно. Валим. У нас в любой момент сбрить могут. Отвалить. Все, больше не останавливаем. Уезжаем в город, короче, ребят. А то это сейчас М-10 РБФМ приедет и нам на бутылку нас посадит. А нам бутылку не хочется. Зачем нам на бутылку садиться? Валим. Ух ты. Еще один нашелся. Гражданин. Давайте-ка мы по нему немножко жахнем. Так, аккуратненько, нежно. Сейчас сведемся в вечность. Пройдет. Мы даже не жахнем. Валим. Ты. Это РБФМ. Ну все плохо. Нас сейчас спину убивать будут. О, РБФМ-ка же видит, что два танка наши светятся в городе. Естественно, она сейчас поедет АПУ убивать. А я уехать не могу. И подвижность шикарная. Это все. Все, тяж нашумил. Остались две арты. Ребят, проигрышный бой. Суммы удалось накосить 1400 на пятерке в бою против... Не знаю, может там еще какие-то в инвизе были попадания. Сейчас посмотрим итоги боя. Короче, ребята, по пятой арте. Естественно, если вы постоянно продаете танки, этот танк вы тоже продадите. Вы его не оставите в ангаре. Почему? Потому что это кусок лютого дерьма. Вот смотрите, как она едет. Она вообще не едет. Позиции на ней менять нельзя. Ух ты. Ты приехал, гражданин. Нет. Не успел я развернуться. Прилетел он прям. Бог. А другая арта, эти арта-то наша отстреливается, вторая. Молодец. Америкос, красавчик. Спрятался за дом. Смотри, соображает. Соображает. Все. Все. Раз. Раз. Ну, тут другая арта. Но у меня она, правда, не попала. Конечно, хорошо. Ты зря не светись, родной. Ты все равно не высыпешь, обзор не хватит. О, он все там на дорожке. Счастье арта-водки сделает сюда. Ракету. Ты понимаешь, что тебе арта целит, нет? М-12. Он не понимает. Ну, все. Ты сейчас труп будешь. Оп. Неудивительно. Потому что арта суда свелась и его, конечно же, убило. Так, ребята. СУ-122А. Побыстрее бы пройти в ветке эту арту и реально забыть, как страшный сон. Два момента еще раз. Прям буду настойчиво говорить. Ни хрена не едет. Не меняет позиции. Ребята. Заряжается. Ну, просто. Ну, что это такое? Как-то. Как арта при такой альфе заряжается 27 секунд. Ну, что это такое? Ну, что это такое вообще? Жуть. Просто жуть. Так что по пятибалльной системе данный агрегат заслуживает 2 балла. Твердую двойку заслуживает. Не плюс, не минус. Вот двойку. На мой взгляд. У кого есть в ангаре или только проходите ветку советских танков, напишите в свои комментарии, что вы подумаете по этой арте. На топовом оборудовании даже. Не то, чтобы на стоке. На топовом. Вот, как по мне, лютый кусок дерьма. Увы. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк. Я вам говорю, до скорых встреч. Пока. Товарищи танкисты. Все больше и больше людей товары приобретают на различных маркетплейсах. Я вам хочу порекомендовать Яндекс.Маркет. Сейчас Яндекс предлагает большое количество товаров со скидкой до 70%. Это товары для дома. Разная микроэлектроника. Товары для детей. Также я для вас сделал витрину блогера, на которой подобрал различные компьютерные комплектующие, игровые ноутбуки и все необходимое для любого геймера. Ссылку на товары Яндекс со скидкой до 70% и на витрину блогера Индомита вы найдете в описании под роликом. Поддержи брата танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok